Привет, земляне! Мишка Ростовчанин здесь. Я нахожусь в Краме Терхофе. Это хозяйство Зепа Хольцера, которое находится в Австрии, в области, которая называется Лунгау, самой холодной области австрийских Альп. Свиньи охраняют кур, от нападения диких зверей. Кто охраняет свинью? Кто охраняет свинью? Зепа Хольцера. Вопрос охраны и сохранности кур для Зепа Хольцера очень важен, потому что его участок со всех сторон окружает неиспользуемые человеком площади. Живи сам и давай жить другим. Этот принцип положен в основу следующей конструкции. Зепа Хольцера. Воскресенье. Зепа Хольцера. Воскресенье. 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 С участка Зеппа открывается отличный вид на зеленую пустыню, на монокультурные посадки Хвойных деревьев на склонах противоположных гор и очень хорошо видны проплешины, вот такие они образуются в результате пожаров, в результате того, что этот лес валится штормами и это совсем не лучшее решение для того, чтобы озеленять горы Зеленая пустыня монокультуры Вот видите, вот такой пузырек, раздавитесь Аромат какой, а Используем для суставов Вам нравится запах коктус? На что походит? Да, и сладкий такой вкус Апельсин есть дальше? Да, да, немножко такой апельсин А ну-ка, давай-ка, Настя Немножко цитрусом, да, духами какие-то На мой взгляд, пахнет одновременно апельсином и хвоей Это американская пихта 35 лет назад, когда Зев посадил это дерево, эксперты сказали, что это невозможно А дерево выращено из семечки, вот сейчас оно огромное, посмотрите Это для рук Это для косметических целей Как мази и пластырь Очень жаль, что камера не передает запаха, запах действительно волшебный Редактор субтитров А.Семкин Вот это вот как раз коптильное помещение. И вот здесь внизу идет дым. Здесь ты коптишь летом. Это один трампорт для коптильного помещения в сомер для риндов, лидов или шпек. Это отличное место для коптильного помещения летом. Хоть это будет, значит, сало, хоть это будет свинина, хоть это будет дичь. Если ты осенью или зимой коптишь, вот здесь вот внизу затапливаешься, вот здесь вот коптится зимой. Да, dann brauche ich den heißen rauch. Потому что ему нужен горячий дым. Und im Sommer, den кальт. А летом ему нужен холодный дым. Чтобы летом не прилетели мухи. Тогда ты должен иметь пониженную температуру и постоянный сквозняк. И он это достигает, потому что он 10 метров отсюда. А когда эта крышка закрыта, тогда все время тянет, все время сквозняк. И никакая муха не прилетает к мясу. Это неудобно. Мухи нужна больше температура, гораздо выше, и она не переносит сквозняк. И мы хотим позже сделать давилку для льняного масла. Для льняного масла, для льняного масла, для льняного масла. Вот это здание стоит практически в воде, вокруг водоема. Так он вот это изолировал. Есть ли все зтерilde? Да, есть ли это изолирование. Да, есть ли это изолирование? kitок есть лист фокузня с厚, вот такая льняный масла, и на іде есть воды, вокруг есть водоема, и здесь есть кремцы, крем, это для рака. И здесь есть водоема, и, кремца. И вот здесь будут на пне всевозможные эксперименты с грибами и проводятся другие эксперименты. Вот это вот за моей спиной до здания и за зданием водоем с водной растительностью и с раками. Здесь выращиваются раки и вот здесь, сейчас покажу, здесь место для молодых раков. 20-25 лет, 25 лет, как я знаю, такой вот секрет, как будить грибы. Ага, красиво. Ага, красиво. Ага. 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 Завтра с ними ничего не будет. Вот, посмотрите. Вот, посмотрите. Вот, посмотрите. Лера, шире круг. Дай мне мешочек. Вот мешочек, а вот мешочек. На, Саш, вот мешочек. Передайте. Подождите, я вам скажу сначала. Вот они семена, они полно семян. Маленькие. Маленькие. Подождите, еще есть. Где? Ну, я знаю. Пока осторожно. Вы увидели, как это делается? Да. Можете повторить? Повторите. 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 Повторите.